Оперативный штаб, созданный при правительстве Ингушетии, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 обработал 106 обращений. Об этом в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии Нюзбеком Евкуровым доложил первый зампредседателя правительства Республики Багауди Настоев. Серьезных замечаний в работе экстренных служб, а также в соблюдении общественного порядка, выявлено не было. По выявленным замечаниям были приняты меры по их устранению. Из 106 поступивших жалоб, 92 связаны с проблемами в электроснабжении, 3 в газоснабжении, 11 в водоснабжении. Также в течение праздников произошло 7 пожаров и 7 дорожно-транспортных происшествий. Глава Республики поручила оказать помощь погорельцам и пострадавшим устранить последствия ЧП, установить причины происшествия и подготовить детальный доклад по каждому случаю до 25 января. Как отметил глава субъекта, источник возникновения сбоев отчасти кроется в упущениях при подготовке к зимнему периоду. В частности, речь идет об обрезке деревьев, растущих вдоль высоковольтных линий, а также о проверке трансформаторов. Юнезбекев-Куров поручил выявить круг ответственных лиц, чье халатное отношение к своим обязанностям привело к возникновению описанных ситуаций и принять санкционные меры в их отношении. Заправки, магазины, торговые центры, социальные объекты возле больницы. Если бы вы, как я сейчас говорю, сказали бы, да, были столько-то общего количества нарушений, были недоработки, были уходы с дежурств, были срывы. По этим вопросам у нас есть вот эта папка недостатков, которую выявили дежурные службы, потому что эти примеры в ходе проверки контроля... Да, и мы сейчас устраняем планы устранения недостатков и предложим по наказанию виновных, и прошу по этому поводу провести совершение такого числа или там после такого числа. Тогда я понимаю, подготовьте мне с помощниками полный разбор, чтобы мы провели до 20-го даже, до 25-го даже числа. Поэтому полный разбор вплоть до увольнения некоторых должностных лиц, которые сорвали праздничные мероприятия. Поэтому всех просил бы, с учетом ошибок прошлого года, максимально мобилизоваться, еще раз оценить тот груз за ответственность, который лежит на нас, в конце концов понять, что кроме вас, отвечающих за свои должности, за вас эту работу делать никто не будет. Как вице-премьеры, так и помощники-советники, телом администрации, аппарат правительства.